Робин Шарма. Манифест героя нашего времени. Обращение к читателям. Эта книга о неисчерпаемых источниках духовности, порядочности и героизма, которые живут в каждом бьющемся на нашей планете сердце. Процесс создания этой книги был для меня одновременно волнующим и пугающим, вдохновляющим и изнуряющим. Во время работы над манифестом героя нашего времени мне пришлось отправиться в места, где мои способности, характер и чувства долга могли приносить пользу людям, где я мог действовать по совести, а не из чувства страха. Поэтому, завершив этот труд, я стал другим человеком, совершенно не похожим на того, кем был, когда к нему приступал. На страницах книги вы найдете созданную и проверенную мною философию, которая поможет раскрыть и воплотить в жизнь свои лучшие таланты, революционную методологию, с помощью которой сможете создавать шедевры, и неиссякаемый поток озарений, который сделает вашу жизнь поразительно прекрасной, неизбывно радостной и духовно свободной. В этой книге я рассказал о себе больше, чем в любой из всех других написанных мной. И хотя вначале я чувствовал себя уязвимым, и мне было страшно, когда я открыто писал о своих слабостях, в конце концов я начал получать удовольствие от этого процесса. Ведь честный взгляд на свои недостатки и промахи помогает стать мудрее. И именно принятие боли, а не борьба с ней, позволяет превращать ее в силу. Я искренне надеюсь на то, что вы, читая эту повесть о пережитом мною, научитесь не только распознавать опасность, но и избегать ее. Будете играючи превращать свои неприятности в победы и распознавать в трудностях тот чудесный и сказочный путь, который жизнь постоянно растилает перед нами ради нашего же блага, даже если сначала кажется, что это не так. Я писал манифест героя нашего времени так, как если бы это была моя последняя книга. Надеюсь, и непрестанно молю Богу, что мне посчастливится написать еще и многие другие книги. Но человеческая жизнь очень хрупкая субстанция, и никому из нас не дано знать, что будет завтра. Поэтому я постарался изложить здесь все, что только мог, чтобы превратить эту книгу в руководство, которое поможет вам добиться высокой продуктивности, наилучших результатов в исполнении задуманного и неизменного ощущения счастья в своем бескорыстном служении обществу. Я искренне и от всего сердца желаю, чтобы это знание пробудило спящие в вас таланты, разожгло внутренний огонь, с помощью которого вы создадите свой магнум опус, лучшую работу, и помогло осознать личную магию, чтобы прожить жизнь, которая вам больше всего по душе, при этом делая наш мир краше и лучше. С любовью и уважением, Робин Шарма Постскриптум Доступ к упоминаемым в этой книге методикам обучения, схемам реализации, тактическим рабочим планам и видеоматериалам, способствующим личностному росту, вы сможете найти на сайте theeverydayhero-manifesto.com Тысячи гениев живут и умирают безвестными, либо неузнанными другими, либо неузнанными собой. Марк Твен Только тот, кто посвящает себя делу со всей своей силой и душой, может быть настоящим мастером, поэтому мастерство требует, чтобы человек посвятил ему всего себя. Альберт Эйнштейн Люди мне постоянно говорят, что, мол, я не уступила место белой женщине только потому, что устала, но это не так. Нет, единственное, от чего я устала, так это уступать. Роза Паркс Ломать и разрушать легко. Герои не те, кто разрушает, а те, кто созидает и строит мир. Нельсон Мандела Глава первая Манифест для героя нашего времени, то есть для вас. Если человек не нашел, за что ему стоит умереть, сказал однажды Мартин Лютер Кинг, то ему незачем жить. Я бы легко умер, сражаясь за идею, что вы великий человек. Я бы подставил свою грудь под пулю во имя идеи, что вы рождены вершить великие дела, участвовать в значимых событиях и познавать тайны мастерства, переданные нам просвещенными душами, которые прошли по жизни раньше нас. Как граждане Земли, вы призваны с помощью силы, данной вам от рождения, творить удивительные вещи, двигать вперед научно-технические и прочие прогрессы, улучшать жизни ваших братьев и сестер, вместе с которыми вы живете на этой планете и заботитесь о ней. Я верю, что все сказано и справедливо. Куда бы ни поместили вас заботливые руки матери природы, прошлое не должно предопределять ваше будущее. Завтрашний день всегда можно сделать чуть лучше, чем день сегодняшний. Вы – человек, и именно человек способен делать это. Да, у нас разный рост, вес, пол, религия, национальность, разный цвет кожи и разный образ жизни. Да, Нельсон Мандела, Гарри Табмен, Махатма Ганди, Флоренс Найтингел и Оскар Шиндлер, герои высочайшего полета. Но и те, кто ведет тихую и спокойную жизнь, кто преподает в школах или работает в ресторанах, пишет стихи или запускает собственные проекты, выпекает хлеб в пекарнях или воспитывает дома детей, кто служит обществу, приходя на помощь людям в беде, спасатели, пожарные, соцработники, все они тоже могут быть по праву названы героями. Многие из них выполняют тяжелую работу и исполнены решимости делать ее качественно. Эти люди работают с улыбками на лицах и с благородством в сердцах. Я испытываю робость и смирение, когда жизнь сводит меня с такими людьми. Воистину это так. Я учусь у них, они меня возвышают, вдохновляют и, так или иначе, меняют. Все они скромные труженики, герои будней, герои каждого дня и всего нашего времени. Обычные люди, ведущие себя в повседневной жизни, добродетельно и благородно. И поэтому я с искренним уважением отношусь к скрытым внутри вас возможностям, которые вы стремитесь выразить, пускаясь вместе со мной в это путешествие. Пусть эти слова послужат вам напутствием и ободрением. Начиная с сегодняшнего дня, пусть вас не покидают мысли о возвышенной душе, храбром воине и непобедимом Творце, быть которыми вас призывает ваша природная мудрость. Все пережитые испытания незаметно готовили вас к тому, чтобы вы стали тем, кем являетесь сейчас, человеком, осознающим свои силы и ценищим те дары жизни, здоровье, семья, работа и полная надежь в сердце, которые позволяют прожить ее интересно и красиво. Эти кажущиеся трудности были лишь ступенями для нынешних и будущих побед. Прежние ограничения, которые всячески сковывали вас и неудачи, которые больно ранили, были необходимы, потому что без них вы не овладели бы навыками своего мастерства. Все, что не происходит, случается ради вашей пользы и блага. Вы – любимец судьбы, пользующийся ее благосклонностью. О да, признаете ли вы это или нет, но вы – лев, а не агнец, ведущий, а не ведомый, господин, а не жертва, человек, заслуживающий исключительных наград, достижений, возвышающих душу приключений, полного удовлетворения и самоуважения. Все это со временем наполнит вас любовью к себе, и это чувство никто и ничто не сможет одолеть. Вы – могущественная сила природы, динамичный вершитель судеб, а не спящая жертва, застигнутая врасплох в мире деградирующих посредственностей, жалующихся на бесчеловечное обращение, на несоблюдение требований гуманизма и бесправия. Если решимость ваша будет несгибаемой, а усилия неустанными, вы непременно разовьетесь и станете идеалистом, неординарным творцом, человеком в высшей степени исключительным, подлинным преобразователем мира, меняющим его самым честным и благородным образом. Посему не будьте циником, критиком и скептиком. Скептики – это разочаровавшиеся мечтатели, а быть человеком посредственным совершенно недостойно вас. Не только сегодня, но и каждый последующий день вашей величественной, озаренной светом и полезной для очень многих людей жизни, яростно отстаивайте свое право на неограниченную свободу, право формировать будущее, воплощать в жизнь свои стремления и вносить в нее достойный вклад. Так, чтобы ваши мечты, энтузиазм и преданность делу получали только наивысшую оценку. Не давайте замутить свою жизнерадостность, шлифуйте мастерство и вдохновляйте достойным примером всех тех, кому, глядя на вас, посчастливилось быть свидетелями величия человека и его безупречного поведения. Человечество будет следить за вашим развитием, рукоплескать талантом, ценить отвагу и восхищаться вашим бессмертием. Ведь вы обретаете его, когда остаетесь в сердцах людей. Глава вторая. Быть верным идеалом значит умножать свои силы. Когда никто в вас не верит, вы сами должны поверить в себя. Верящие в свой талант и прилагающие все силы к тому, чтобы в полной мере раскрыть его, знают, что вера в себя, в свое предназначение и неуклонное следование ему, особенно перед лицом насмешек и неуверенности, нападок и невзгод, это и есть путь в легенду, путь к бессмертию, потому что ваш благородный пример останется жить в памяти потомков вечно. Хотя этот путь героической жизни возможно будет сумбурным, порывистым и беспокойным, зато он будет ярким, вдохновенным, чудесным и, безусловно, великолепным. Если вы всецело посвятите себя тому, чтобы притворить в жизнь свой талант, если будете неустанно стремиться к блестящим результатам и вносить посильный вклад в строительство лучшего будущего, это будет самое лучшее и разумное из всего, что вы предпримете. Клянусь. А когда вы войдете в необъятное и великолепное царство своего творческого, всесильного, исполненного сострадания и я, вы будете заряжать энергией всех окружающих, пробуждая в них таланты и все самое лучшее и тем самым превращая нашу Землю в планету мира и дружбы. Если позвольте, я расскажу вам немного о себе, о пути своего становления, чтобы дать вам возможность лучше меня узнать. Это будет как нельзя кстати, поскольку нам с вами предстоит провести немало времени вместе, путешествуя по страницам этой книги. Во мне нет ничего особенного. Я не гуру и не скроен из какого-то особого материала, которого вы в глаза не видели. Да, у меня есть кое-какие таланты, у кого их нет, но при этом я обладаю человеческими недостатками, как и все мы, не так ли? И в силу этого иногда я чувствую себя неуверенным, недостойным, испуганным, а иногда храбрым, самоуверенным и полным надежд. Я родился и вырос в небольшом рабочем городке с населением примерно в пять тысяч человек, на берегу океана, в маленьком домишке, в семье эмигрантов с удивительно добрыми сердцами, но уж точно не в семье богачей, могу вас уверить. На первом фото я выражаю бурный восторг после просмотра школьной пьесы, а на втором я во дворе своего дома играю в снегу, в тот год была очень холодная зима. Как видите, никаких феррари, никаких украшений и излишеств. Все просто и прозаично, все, что нужно для жизни и не более того. Директор школы однажды сказал моей матери, что я безнадежен и вряд ли сумею окончить среднюю школу. Учителя втайне от меня предупреждали моих родителей, чтобы те не питали на мой счет особых надежд, так как уровень моего интеллекта, мой умственный потенциал, оставлял желать лучшего. Некоторые так вообще предсказывали, что я стану бродягой. Надо мной смеялись почти все, кроме одного человека. Ее звали Кора Гриновой, моя учительница истории в пятом классе. Она одна верила в меня и помогла мне тоже поверить в себя. Миссис Гриновой удалось то, что не удалось никому другому. Она внушила мне мысль, что каждый человек рождается с талантами. Каждая из нас, говорила она, может добиться поразительных результатов в том или ином деле, потому что все мы с рождения наделены особыми силами, замечательными способностями и неоспоримыми достоинствами. Если будешь помнить об этом, сказала она, если будешь работать над собой, не покладая силы, останешься верным себе, то твоя жизнь изменится самым чудесным образом, и тебя осенит Божье благословение. Эта учительница разглядела во мне все самое лучшее, и она ободряла меня и проявляла по отношению ко мне ту порядочность, без которой очень трудно жить в обществе. Оно слишком часто умаляет способность и заставляет нас разувериться в собственном мастерстве. Согласитесь, иногда, чтобы жизнь сделала кардинальные повороты пошла в совершенно другом направлении, достаточно одного разговора с каким-нибудь незаурядным человеком. Спустя много лет через интернет я нашел информацию о Коре Гриновой. То, что я узнал, глубоко тронуло меня. Оказывается, в годы Второй мировой войны она была участницей нидерландского сопротивления и часто переправлялась за линию фронта вместе с детьми, которым грозило уничтожение в нацистских лагерях смерти. Верная своим убеждениям, она рисковала жизнью, спасая маленьких детей. И точно так же много лет спустя она спасла меня. К сожалению, миссис Гриновой уже нет с нами. Она умерла в тот самый год, когда я узнал ее героическом прошлом. Один человек из Амстердама заботился о моей учительнице до самой ее смерти. Он рассказал мне о ее жизни, и я сердечно поблагодарил его, потому что миссис Гриновой много значило для меня. Кора Гриновой как раз и была тем, кого я называю героем каждого дня. Спокойная и скромная, сильная духом и стойкая, корректная и влиятельная, мудрая и любящая. Она улучшала наше общество, делая одно доброе дело за другим. Она помогла мне окончить среднюю школу и вырваться за рамки тех весьма скромных надежд и чаяний, которые многие педагоги возлагали на меня. После чего я окончил университет, где первой моей специальностью была биология, а второй английский. Затем получил место преподавателя в юридической школе, а еще позже степень магистра права с полной стипендией. Не доверяйте своим доброжелателям, не обращайте внимания на тех, кто принижает вас, избегайте тех, кто стремится вас умолить и обескуражить. Они не ведают о тех чудесах, которые таятся внутри вас. Со временем я стал успешным адвокатом. хорошо оплачиваемым, но опустошенным. Целеустремленным, но творчески неудовлетворенным. Дисциплинированным, но далеким от самого себя, от того, кем я был на самом деле. Каждое утро я просыпался, глядел на себя в зеркало и ненавидел того, кто глядел на меня оттуда. Я не питал больших надежд и даже не подозревал о том истинном героизме, который, как я узнал впоследствии, является одной из основных добродетелей человеческого бытия. Согласитесь, успех без самоуважения это пустая победа, которая ни к чему не ведет. А раз так, я решил измениться, чтобы узнать лучшую версию самого себя, более правдивую, счастливую, спокойную. Начал действовать. Личностный рост, эмоциональное исцеление и духовный прогресс это то, в чем я хотел достичь действительно глубоких изменений. Вы тоже наделены этой силой, вызывающей тектонические сдвиги. Эволюция, духовные подъемы, даже коренная трансформация, все они часть заводского, то есть встроенного самой природой матобеспечения, делающего вас вами. И чем больше вы тренируете эту свою природную силу, тем сильнее становитесь. Умение раскрыть более творческую, плодотворную, изобретательную, непобедимую версию самого себя, версию более радостную, смелую и чистую, не такой уж недостижимый дар, якобы доступный только богам возвышенного гения и ангелам необычайного совершенства. Нет, гений имеет гораздо больше общего с генетикой, чем с привычками. Умение быть тем человеком, каким себя всегда представлял, можно натренировать. Это получится у каждого, кто желает раскрыться, кто готов упорно трудиться и выполнять практики, превращающие будничную реальность в магию. В этот период моей жизни я только тем и занимался, что перестраивал, перекраивал и перепрограммировал себя как личность, пытаясь сделать из себя человека, который будет черпать силу не из внешних источников, атрибутов власти, таких как социальное положение, материальное благо и престиж, а из внутренней сокровищницы потенциалов. Сделать себя тем, кто не боится говорить правду, даже если это будет стоить ему потери популярности, кто твердо придерживается своих идеалов, кто относится к работе не просто как к физическому труду, а как к призванию, кто не стремится покупать дорогие вещи, испытывая от этого неизъяснимое удовольствие, и кто делает все для того, чтобы жизнь других людей стала лучше и краше. Слишком накладно всю жизнь карабкаться на вершины гор, чтобы в конце понять, что мы карабкались не на те горы, что занимали себя чем-то только ради того, чтобы быть чем-то занятыми, что отвлекались на пустяки и соблазнялись развлечениями, создававшие у нас сложные чувства движения вперед, хотя на деле мы понапрасну теряли драгоценные дни нашей не менее драгоценной жизни, что находясь словно под гипнозом или во власти наваждения, прельщались в жизни вещами и видами деятельности, которые в нашей культуре считаются мерилом подлинного успеха, тогда как на самом деле они духовно удовлетворяют нас не более, чем поход за покупками в ближайший торговый центр. На пороге своего 30-летия я был полон решимости основательно переделать себя и начать жить более целенаправленно. Тогда я часто вспоминал слова писателя Чарльза Буковски. «Мы все умрем, все мы, что за цирк? Лишь одно это должно нас заставить любить друг друга, но это не так. Нас пугают и сбивают с ног мелочи, нас пожирает пустота». Три долгих года я просыпался рано утром, когда вся моя семья еще спала и занимался различными практиками, чтобы одолеть свои слабости, очистить энергию и привести себя в полное соответствие со своим предназначением. Я читал книги, в которых рассказывался о жизни великих исторических личностей, мужчин и женщин, гениальных актерах, бесстрашных полководцах, изобретателях, ученых, титанах бизнеса и неутомимых гуманистах. Я внимательно изучал, какие именно убеждения, эмоции, повседневные занятия и привычные ритуалы сделали их теми, кем они были или есть, светочами жизни. На страницах этой книги я поделюсь с вами своими открытиями.